Привет! Наметилась тренировка в Латвии и мне с работы сказали, что неделю позже на работу лечу, еду. Так что я завтра поеду в Ригу и наконец-то будет дрифт на Е30. Это тренировка на трассе 333 от Латвии от Drift Sirius или как она там называть. А сейчас, потому что у меня на тридцатке проблемы с катушками были, я еду и буду покупать катушки. А, и хорошая новость, я наконец-то опять приобрел себе GoPro, так как у меня на Соньке она все тряслось и такой нестабильный кадр был. Купил себе восьмерку, надеюсь вам будет приятно смотреть без этих всех землетрясений в кадре. Так что поехали! А где фонк-то? А, вон фонк. Не знаю, будет вам это слышно или нет, у меня сзади на мосту есть такой стук. Я посмотрел, ну я предполагаю, что это от слишком мягких селинблоков и это такой звук, когда начинает колесо прыгать. Это называется, у американцев это много есть, типа, это тая пампинг или что такое, как-то так они это называют. Это когда колесо, блин, срывается и начинает прыгать и просто такие, такой ужасный стук по всей тачке идет. Ты просто думаешь, что твоего сзади сейчас отвалится, блин, и полмашины растормажит. Я попробую сейчас это как-то воспроизвести, и вам, чтобы вы это послушали, это просто жесть. Не знаю, что тут делать, надо будет другие селинблоки покупать. Ну, короче, сейчас этого, конечно, естественно, не было. Сейчас он просто прокручивал. Я так особо не хочу перебатчивать, потому что, ну, выворота на тачке нету, гидронужника, как вы видите, тоже нету. И, блин, просто не хочется ее разъебать здесь где-то по каким-то шоссе. Вот, а так, еще, то, что для меня непривычно, это ездить с открытым редуктором. Потому что редуктор не открыт, но, типа, блокировка, но если ты сцепление прожимаешь или газ отпускаешь, он открывается. Естественно, тогда понимали, что здесь рак. Потому что у меня там 285-я шина, по-моему, сзади. И она такая очень резкая. Вот. Вот, и с отсутствием гидроручника и выворота, это как-то не такое прикольное дело, потому что я даже заселиться не могу нормально. Сука, еще на 140, жопа уходит, блин. Надо осторожно с этой тачки быть. И с моими вещами сзади, потому что они любят отсюда и вылетать через крышу. Чик-чик, вот так вот все это. Очень удобно, оперативно и быстро. Здесь все щелки. Здесь все, у нас крыша стоит. А еще такой фан-сек есть хороший, да. Люди спрашивают просто, сколько наш релок. Все думают, что если кормят, тогда обязательно надо 20 литров. Вот, при моей езде 13 литров. А сейчас, в данном моменте, если темпомат включить, ехать реально 120, да, тогда смотрите на эту цифру. Это некоторые на гольфе не могут даже. Вот это стук был. Как раз тот стук был, который вы только что слышали. Если у кого-то есть такая проблема или кто-то знаком с таким, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы я это мог решить. Потому что, блин, ну, не очень приятно это. И понимаешь, что что-то там реально, блин, от этого очень страдает. Ну и да, очень трудно, кстати, стартовать. Потому что на первой скорости не сразу пробуксовка уходит. Иногда, смотря какой асфальт, и на второй скорости просто, блин, в букс уходит. И ты теряешь время. Тачка никуда не едет, а просто шлифует и делает дым. Так что это тоже надо. Есть, конечно, здесь функция, то, что типа трекшн-контрол, да, но она просто, мотор глушит, она, ну, урезает всю мощность. И она не такая быстрая. Так что, я думаю, с этой трекшн-контролем стартовать это еще медленнее будет, чем с маленькой, скажем так, пробуксовкой. Потому что она чувствует то, что пробуксовывает, закрывает целиком мощность, она такая, глушится тачка. И, ну, не глушится то, что, блин, мощность глушится. И тогда она уже, типа, опять начинает что-то, начинает там действовать с низких оборотов. Вот так вот выглядит северная Германия. Это совсем около, почти около моря. То есть очень мало людей живут, но дороги, видите, какие, можно не кататься. В Латвии, я бы 3 метра так и не проехал бы. И при том, при всем, то, что я еще не самый быстрый здесь. Там такой бустик ебаши здесь на 130. Молодец, молодчит, блин. Вот, купил катушки, забрал их сейчас. Я думаю, то, что это Китай, потому что человек не мог сказать, что это неоригинально, неоригинально. Они такие чистенькие, новенькие. И из-за этого, я думаю, это подделки. Это неоригинал. Но, как мы знаем, неоригинал тоже работает, но не особо долго, не особо хорошо. И посмотрим. У меня, типа, одна катушка прогорела, так что у меня, типа, есть 6 сейчас, чтобы ее заменить. Одна из них будет работать. И человек говорил, то, что мотор ездил на них и работал, все в порядке был, стоковый. Потом он перешел на другие катушки, там более, там, производители. Потому что у него супра на сильной турбе. Он состоит тоже в нашей WhatsApp-группе, где там все супроводы Германии совместно беседуют все новые достижения GZ. И у него там, по-моему, на 600-700 сил. Он сам делал. Машина вообще просто шикарная. Просто как раритетный эксемпляр. На коллекцию, коллекционного образа в этой тачке. Леворульная, тоже очень редкость. Очень дорогие они стали. И вот, сейчас я уже езжу домой. И завтра на аэропорт. Видите, Влад у меня. О, самолеты. Здесь аэродром. Вы поняли, в какой жопе я живу. Это нормально, да? Я был недавно в Франкфурте. Там хорошая погода. Я сейчас 30 километров дальше отъехал, в сторону моря. Хорошая погода. Здесь. Во. Прибил в Ригу. Вот этого не хватает в Германии, блин. Нормальных такси. Просто заказал и поехал на Яндекс.Такси. Скучаю очень. Все-таки так хорошо, без тачки. Кто-то тебя заберет. Сейчас поедем кальян курить. Здорово. Все, Андрюха, экшен, блин. Что, ты здесь проставки такие делал? Переходнички там все, да? Ага. Красиво. Ну, чтобы на мягкие шланги. А-а. И как на мягкие шлангов? Замечательно. Давай, чтобы веселее было. Ты будешь ехать, а я периодически дергал. Не, я шучу, шучу, не бойся. Я не такой-то поеду. Я просто очень плохой пассажир. Я боюсь всегда. Поехал в барабан, да? Ты там запомнил, а? Ты типа, это, трипсер официальный. Все, тебе нельзя стритуху гонять. Смотрим здесь наклейки, да? Типа, все и так, все и сюда, все и сюда. А сама охуена наклейка вот тут вот. Приехали на Румбулу. Это здесь такое место, где здесь раньше дтрэгом занимались. Менты уже приехали. Да, там где-то в яблоке уже. Блядь, это еще баба была в текаре? Да, не надо. Все, короче, движуха заканчивается, потому что здесь полицай никак не хочет уехать. Чтоб никого не шуметь. Почти никакая не видно. Вот так вот заканчивается эта серия. В следующей серии мы поедем на 3-3-3-3-драсы. Уже будем дрифтить. Тридцатка, дрифт, круто. Смотрите. 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 Продолжение следует...